В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. После двух лет ремонта 10-я школа приняла учеников. Бегущая книга Росатома. Библиотека имени Пушкина присоединилась к интеллектуальному забегу. В поездке на дачу и онлайн в ЕА. Как саровчане провели это ретро. Далее расскажем обо всем подробно. Торжественные линейки 1 сентября в этом году прошли в ограниченном формате. На праздник пустили только первоклашек. Учеников 9-х и 11-х классов и их родителей. Для всех остальных в кабинетах прошли классные часы. О том, как своих учеников встретила открывшаяся наконец после затяжного ремонта школа номер 10, расскажем в следующем репортаже. Школьный звонок в этом году прозвенел для 936 саровских первоклашек. День знаний – важное событие для детей и их родителей. Сменяются поколения, но трепет от торжественной линейки остается тем же. Елена Ларина сама когда-то перешагнула порог 10-й школы, будучи первоклассницей. Теперь привела учиться сына. Грызь гранит науки маленький Саша будет в обновленном заведении. Очень, конечно, волнительно, очень радует, что школа после ремонта. Очень это радует. Я сама училась в этой школе. То есть у меня старший сын заканчивал тоже эту школу. Вот поэтому, ну, очень волнительно, очень радостно, что вот младший идет тоже первый класс. Для Ксении Куприяновой этот учебный год в школе будет последним. Выпускница считает, что сейчас как никогда нужны сплоченность и собранность, чтобы насладиться общением с одноклассниками и учителями, подготовиться к ЕГЭ. Настроение боевое. Хотелось бы, конечно, весело его провести, так как все равно 11 класс, последний год. Вот, мы очень рады, что пришли в новую школу, наконец-то. Вот, потому что мы учились 3,5 года в другой школе. Очень было тяжело. И, наконец-то, рады, что столько места, все родные люди. Полноценный праздник со стихами, песнями и танцами из-за пандемии провели только для первоклашек и будущих выпускников. Остальных учеников педагоги собрали на классные часы. Из новшеств – это введение нового федерального государственного образовательного стандарта для десятиклассников. Все десятиклассники в Сарой будут учиться по индивидуальным учебным планам, углублять те предметы, которые нужны им для поступления в ВУЗ. Это, безусловно, бесплатное горячее питание для начальной школы. Это оплаты классным руководителям в размере 5000 рублей дополнительные. Учиться школьники будут в очном формате. В департаменте образования надеются, что эпидемиологическая обстановка будет стабильной и прибегать к дистанционному режиму больше не придется. Два месяца назад начались работы по благоустройству левого берега реки Сатис. К концу года на набережной должны появиться прогулочные зоны с новыми дорожками, система освещения и места отдыха. Дизайн-проект разработала архитектурная компания «Простор» из Ульяновска. Генеральным подрядчиком выступает смоленская фирма «Причал», которая выиграла конкурс на проведение работ по благоустройству набережной. Сумма контракта составляет более 29 миллионов рублей. Напомним, что левый берег Сатиса будет благоустроен в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды на основании голосования горожан на портале «Голос за». Окончание строительства намечено в ноябре 2020 года. Подробности о ходе работ расскажем в ближайших выпусках новостей. В Сарове стартует новый проект «Спорт в каждый двор». Заниматься бесплатно под руководством тренера сможет каждый желающий при наличии справки об отсутствии медицинских противопоказаний. В августе специалисты провели анкетирование жителей, чтобы выяснить приоритетное время и направление занятий. Материалы анкет будут представлены всем желающим во время презентации проекта «Спорт в каждый двор» на новой спортивной площадке на улице Павлика Морозова 12 сентября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России изменят правила проверки счетчиков. С конца этого месяца все данные будут вносить в цифровую базу данных «Аршин», а бумажное свидетельство станет дополнительным, но необязательным документом. Соответствующие поправки в закон об обеспечении единства измерений вступят в силу 24 сентября, сообщает российская газета. Напомним, что до конца этого года в связи с пандемией правительство обязало ресурсоснабжающей и управляющей компанией принимать показания приборов даже с истекшим сроком проверки. Прием работ на пятый всероссийский конкурс «Слава Созидателям» продлили до 30 сентября. Об этом сообщила генеральный директор некоммерческого партнерства «Информационный альянс «Атомные города» Марина Фролова. Принять участие в конкурсе могут школьники с 1 по 11 класс. Для этого нужно снять видеоролик с рассказом о выбранном герое. Или представить две фотографии, архивную и современную, на которой человек снят в том же месте, в той же позе, в похожей одежде и короткий рассказ о герое. Более подробное о конкурсе «Слава Созидателям» можно узнать на официальном сайте проекта slavasodidatelam.ru. В Дворце детского творчества стартовал прием документов на новый учебный год. Записать ребят в объединение родители могут через портал «Навигатор» дополнительного образования Нижегородской области. Также необходимо собрать пакет из пяти документов. Бланки можно найти на официальном сайте ДДТ в разделе «Родители». Бумажные документы во Дворце будут принимать до 11 сентября по будням с 17.30 до 19.00 часов. Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе общения с иркутскими медиками. Вакцинация начнется в ноябре-декабре. По словам чиновника, сейчас формируются группы по пострегистрационным наблюдениям. Уже набрано более 2,5 тысяч человек, а всего будет 40 тысяч. На регистрации находятся еще несколько вакцин, передают Интерфакс. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции, сказал Михаил Мурашко. Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Она получила название «Спутник В». Ее разработал институт имени Гамалеи. Также свою вакцину создает новосибирский центр «Вектор». Одну из первых прививку от COVID-19 сделала себе дочь Путина. По словам главы государства, все прошло хорошо. В первые дни была небольшая температура. Врачи прогнозируют, что вакцинация поможет блокировать распространение новой коронавирусной инфекции в ближайшие 12 месяцев. За минувшие сутки в России выявили 4729 новых больных. Из них 132 в Нижегородской области. В Сарове зарегистрировано еще 24 случая заболевания коронавирусом. 13 человек выписали. Владимир Жириновский призвал брать в российской армии больше женщин и воссоздать женские батальоны. По мнению политика, это испугает армии противников. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, поддерживают ли они это предложение. Большинство опрошенных выбрали вариант «нет». Женщинам не место в армии. Женщин в армии достаточно, больше не надо. Считают почти 27%. Да, равноправие полов должно быть везде. Уверены 15%. Равнодушны к этому вопросу 10% респондентов. Ровно в полдень 1 сентября волонтеры Пушкинки вышли на акцию «Бегущая книга Росатома». Передвигаясь по городу, ребята задавали прохожим вопросы, посвященные Дню Знаний и 75-летию атомной промышленности. Именно к этим событиям приурочен интеллектуальный забег в этом году. Подробности далее. Ответить на вопросы, получить книгу в подарок. Традиционно 1 сентября сотрудники библиотеки имени Пушкина совместно с воспитанниками волонтерского объединения «Нокаут» принимают участие в интеллектуальном марафоне «Бегущая книга». «Бегущая книга» приурочена ко Дню Знаний и к 75-летию развития атомной отрасли нашей страны. У ребят заранее подготовлены вопросы о нашем городе, об истории города. И с этим опросником они сейчас пойдут по ближайшим улицам города. Горожане будут отвечать на вопросы, а ребята будут дарить книги наших саровских писателей. Ребята спрашивали у саровчан, знают ли они, как наш город назывался раньше, почему он закрытый, кто из ученых создавал ядерное оружие. Для многих вопросы оказались простыми. Сложности не было, а интересные про город. Нам задавали много вопросов по поводу нашего города. Мы узнали, как расшифровывается РФИАЦ. Мы еще должны узнать, как у нас будет расшифровываться ВНИЭФ. Для библиотекарей марафон – это способ привлечь новых посетителей и привить им интерес к чтению. А также представить библиотеку как место, где можно интересно, весело и с пользой провести время. Для ребят такой интеллектуальный забег – отличный способ пообщаться, найти новых друзей и узнать для себя что-то интересное. Важно знать историю своего города в первую очередь. Чтобы, например, с легкостью отвечать вопросам вот этой акции, например. Или просто для того, чтобы рассказать внукам своим или сыновьям. Сотрудники библиотеки имени Пушкина приглашают всех желающих принять участие в онлайн-акциях и тематических программах, которые пройдут в сентябре. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте библиотеки. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Поездки на дачу, прогулки по набережной, посиделки компаниями во дворе, участие в онлайн-лагерях. Это лето было наполнено ожиданием новостей. Дети не поехали в лагеря. У многих сорвались поездки за границу. Чем эти три месяца запомнились саровчанам? Где они успели побывать и чем занимались во время каникул и отпусков, выясняла наша съемочная группа. Лето. Прекрасная пора года. Жаль только, что оно очень быстро заканчивается. Пойдемте спросим у сорвчан, как они провели летний сезон. Никуда не ходила, сидела в маске. Вокруг дома в маске. Все на огороде. Ничего там не выросло, зато прекрасно провела время. Детей приглашала. Дети у меня в бассейне купались. В общем-то, ну, что-то еще, знаете, в интернете чего-то находило такое интересное для того, чтобы повысить свой уровень. Да на юге отдыхали. Расскажи, где, что, как? В Крым ездили. Ну, покатались просто по Крыму. Решили развеяться летом. Потому что потом, скорее всего, уедем в другой город. Надо как бы с родителями тут время провести побольше. На леске. Здесь я на мировом. В армии, девушка, в армии. Я контрактник. На море. Я тоже была на море, и я ходила там и каталась на бананах, ходила в аквапарк, ходила и была в океанариуме. Дома сидел в карантинже. Ой, все лето у меня прошло вместе с внучками, потому что старшая идет в первый класс, ей садик не дали. Младшая тоже ей садик не дали. Но оба мои, значит, сын работал, сноха работала, детей девать некуда. И я четыре с половиной месяца с ними сидела дома. У меня была пятидневка. Не, ну я, конечно, душу отвела с внучками, и прям я очень хорошо провела время. Ну, я была на море, а Рома была у бабушки. И, ну, читали книги, занимались спортом и были на зарядке. Календарное лето закончилось, но синоптики прогнозируют, что еще две недели мы будем наслаждаться теплым солнышком. Так что, друзья, доставайте лежаки и пойдемте загорать. Футбольный клуб «Саров» в рамках чемпионата Нижегородской области в высшей лиге принял на своем поле команду из Семенова. Счет открыли гости на первых минутах матча и полностью завладели инициативой. Саровчанам не удалось забить ни одного гола. Подробности смотрите в следующем репортаже. Первый домашний матч Саровской команды в рамках областного чемпионата по футболу выдался напряженным и богатым на острые моменты. Счет в третьем туре открыли гости – футболисты из Семенова. Первый мяч влетел в ворота Саровчан на четвертой минуте игры. Через три минуты – еще один. Наши футболисты не смогли взять инициативу в свои руки до конца тайма. На перерыв команды ушли со счетом 0-3 в пользу гостей. Главный тренер Семеновской команды с самого начала настраивал своих подопечных на серьезный поединок с Саровчанами. Я так предупреждал ребят, боялся, побаивался сегодня, чтобы серьезно отнеслись к игре. Потому что команда, в отличие от того, что была в прошлом году, у вас молодые ребятки играли в этом году, Саров – интересная команда. Во втором тайме с Саровчанам не удалось собраться. Атаки на ворота соперников заканчивались отбитыми мячами. Через 15 минут после начала второго тайма футболисты из Семенова забили в ворота наших спортсменов еще один гол. Игра закончилась со счетом 0-4 в пользу гостей. Ребятами доволен. То, что 4-0 выиграть в таком прекрасном, таком хорошем городе, в такой спортивной базе, как Саров, я думаю, для нас это очень приятно. Город очень мне нравится, база у вас великолепная. Я думаю, что здесь должна быть очень хорошая команда. Но хотелось бы пожелать Сарову, руководству города Саров, чтобы обратили внимание на футбол. У вас хороший город, он достоин для того, чтобы команда была, чтобы она гремела, уважала. Для Саровской команды это был второй матч в рамках чемпионата Нижегородской области по футболу. Первый на выезде с Нижегородским с Шор в 8 закончился победой наших спортсменов. Результат домашней игры с одной из сильнейших команд региона расстроил главного тренера футбольного клуба. Класс, мастерство нашей команды не позволяло что-то там единое переломить. Да, старание было, желание. Но на сегодняшний день этого мало, чтобы добиваться какого-то положительного результата. Одной из главных причин проигрыша Алексей Степанюк считает недостаток финансирования команды. Во всей области все команды сидят на зарплатах, премиальная система. Чем мы, город Саров, такой богатый, необладаемый. И это уже длится не первый год. И как мы можем удержать футболистов, заставлять их тренироваться, если у них у всех есть основные работы. Я ему не могу сказать, ты не ходи на работу, а поехали на игру, на выезд. Вот на этом все строится. Футбол строится из мелочей. После двух сыгранных матчей футбольный клуб Саров занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда Семенова поднялась на вторую строчку. Следующую встречу саровчане проведут на выезде. 5 сентября в рамках четвертого тура чемпионата области высшей лиги они выйдут на поле в Дзержинске и сыграют с командой Салю Сормова. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей из Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.